Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Как анапским предпринимателям получить кредит на развитие собственного дела под минимальный процент? В управлении экономики инвестиции готовы не только подсказать, но и помочь с оформлением документов. Просто, удобно, мобильно. За состоянием пенсионного счета теперь можно следить, не выходя из дома. Ударим ремонтом по бездорожью. В селе Супсех впервые за долгое время начались масштабные работы по строительству новой дороги. Как идет реализация краевых программ на территории «Анапы» и осваиваются ли деньги, выделенные региональным бюджетом на социально важные проекты? На эти два вопроса Юрия Полякова сегодня отвечали руководители городских служб. Исполняющий обязанности главы курорта заставил отчитаться по всем проектам. И там, где есть отставание по срокам, дал четкие указания. Кто допустит срыв, будет нести ответственность. Первым перед исполняющим обязанности главы «Анапы» отчитывается начальник управления капитального строительства. Общий объем полученных из краевого бюджета средств – 86 миллионов. Большая часть на строительство инженерной инфраструктуры к участкам для многодетных семей. В этом году в Джигинке, Суворов-Черкесском, Гастагаевском и Цибанабалке по ряду обстоятельств есть отставание. Юрий Поляков уверен, задача руководителя не просто подать заявку и ждать финансирования. Сдача объекта в эксплуатацию – это тоже результат. Вот это заключается работа. Работа, когда выделили, добился, сделал все. И так сейчас по каждой программе буду всех слушать. А так легко и просто. Зачем вы нужны тогда здесь в администрации? Администрация для того, чтобы людям помогать, понимаете? А не тормозить все это. А потом смотрим там по селектору. Освоение – ноль. Деньги не переходящие. На следующий год губерат сказал, ни копейки не даст. Еще два важных проекта – строительство газопроводов в Усатовой Балке и Уташе. Общий объем средств свыше 10 миллионов рублей. 13-го мы полностью заканчиваем работы, все полностью, 100% подписываем. И 23-го у нас проверка госстройнадзора, получение заключительного акта. По Уташу закончили практически все. Мы сегодня ведем благоустройство и тоже в конце месяца сдаем госстройнадзору там по Уташу. Тоже проблема. Развитие сети автомобильных дорог. Из 50 миллионов освоено 32 миллиона. Речь о ремонте семи участков. Специалисты управления ЖКХ заверяют, в течение месяца программа будет закрыта. На сегодняшний день по пяти объектам работы выполнены в полном объеме. То есть они профинансированы на данные 15-й датчики, которые сегодня лежат. По двум объектам по Черноморске и Вермонтово работы они планируют решить в текущем месяце. Читаю справку. Произведен ямочный ремонт на сумму 6 миллионов рублей. Где произведем? Где? На каких улицах? Сколько квадратных метров вы постелили? Мы можем поехать глянуть, где это происходило? Потому что по городу как ездишь, по ямам гоцайся, так и ездишь. То есть я хочу знать, где это было. Таким же образом Юрий Поляков заслушает всех распределителей бюджетных средств. Не выполнить краевые программы нельзя, подчеркивает исполняющая обязанности главы Анапы. Муниципалитет не может по вине чиновников лишиться помощи края в решении социально важных задач. Невероятно теплая осень продляет в Анапе бархатный сезон. Наш город-курорт по-прежнему принимает гостей. На сегодняшний день их около 4 тысяч. Тем не менее большинство гостей, ниц, санаториев и босодыха переходят на зимний режим работы. Подводят итоги ушедшего лета и готовятся к следующему. С чего следует начать, так это с вопросов безопасности, считают в администрации Анапы. Сегодня там собрали представителей санаторно-курортного комплекса для разъяснения нововведений в федеральном законодательстве относительно антитеррористической защищенности. Не только крупные здравницы должны соответствовать требованиям антитеррористической безопасности. Федеральный законодатель обратил внимание на средние и даже малые объекты размещения отдыхающих. О постановлении российского правительства под номером 447, в котором прописаны все изменения, в Анапе оповещены 693 объекта санаторно-курортного комплекса. Для вас разработана система, идет сейчас у нас категорирование объектов. У нас категорирование объектов уже прошли 168 объектов и идет паспортизация. Объекты делятся на категории 1, 2, 3 и 4. Руководителям предприятий санаторно-курортного комплекса уже сейчас необходимо приступить к разработке паспорта безопасности. С чего начать, объяснили на совещании. Составляете собственный приказ о назначении комиссии, которая будет от работы комиссии производится в течение 30 дней. Направляете письма на ФСБ и на нас. На Казахскую 693 мы являемся территориальными представителями Росгвардии. Выявленные комиссии недостатки можно исправить в течение года. Найти возможность для установки видеонаблюдения и сигнализации, кнопки экстренного оповещения и так далее. Важный момент. В лицензии частного охранного предприятия должен быть пункт по антитеррору. Сегодня были затронуты очень важные вопросы. Самое главное, они не требуют больших затрат времени, но безопасность людей заключается в том, чтобы были доступны места, где можно проводить свободное время. И при этом не беспокоиться за свою безопасность. Поэтому мы должны побеспокоиться о следующем сезоне, чтобы к нам хотели приехать гости нашего города, чтобы мы могли заработать деньги, потому что это тоже для нас важно. У нас ведь курортный сезон короткий. Переждать и отработать сезон без документов не получится, предупреждают предпринимателей. Деятельность объекта, не соответствующего требованиям безопасности, будет приостановлена судом. Она повошла в топ рейтинга любимых пляжных направлений отдыха россиян. Из внутренних направлений, помимо нашего города, Большой Сочи и Крым. Он же, по данным Ассоциации туроператоров России, оказался и самым дешевым среди российских направлений – 15 тысяч рублей. За ним следует Анапа – 22 тысячи рублей. Минимальная стоимость недельного тура в Сочи этим летом составляла почти 25 тысяч рублей. Ну а гости нашего города, помимо сервиса и приемлемых цен, отмечают уникальные природные особенности Анапы. Мне здесь все очень нравится. Тут тепло, тут прекрасное море, тут светлые дни бывают, закаты красивые. Много воды, света и тепло. Неожиданно приятно. Мы всегда вернемся еще, пожалуй, осенью. Отопительный сезон в Анапе начнется в это воскресенье, 15 октября. Традиционно в первую очередь тепло придет в детские сады, школы, больницы, утверждения культуры и далее в жилые дома, подключенные к системе центрального отопления. Анапчане могут сообщить об отсутствии тепла в многоквартирных домах, о недостаточной температуре прогрева помещения, о неподключении дома к системе центрального отопления. Для таких целей распоряжением губернатора края в муниципалитетах введены специальные телефоны горячей линии. В Анапе за работу линии ответственным назначен заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Армен Григорян. Сообщить о нарушениях можно по телефону в Анапе 55610. Давняя проблема жителей села Супсех наконец-то решится. Долгое время главной бедой жителей была разбитая улица Садовая, которая во время дождей превращалась в абсолютно непроезжую, а вода подтапливала дома. Сегодня здесь начались масштабные дорожные работы. У селян теперь появится не только новая дорога, но и ливневка, которая избавит селян от подтоплений. За ходом работ следила наша съемочная группа. Часть улицы Садовая на этом участке очень сложно назвать дорогой. В сухую погоду она напоминает полосу препятствий, а в дождь и вовсе превращается в брулящую речку. Сегодня сюда зашла тяжелая техника, которая в буквальном смысле будет делать новую дорогу. Восстанавливать практически нечего. Параллельно с этим устанавливается ливневая желоба, которые предотвратят подтопление жилого сектора во время дождей. Отдельную благодарность хочу выразить директору ЖБИ Багияну Льву Арамовичу за предоставление на безвозмездной основе ливневых желобов. На сегодняшний день производим работы по ливнеотведению воды в виде укладки железобетонных лотков, а также о ремонте дороги. В настоящий момент техника, тяжелый грейдер, выполняет работы по грейдированию данного участка. Для жителей улицы это событие, которого они ждали много лет. Многие даже взяли отгулы на работе, чтобы по возможности оказывать содействие ремонтным службам. Сделят новую дорогу, нормально будут ездить и машины. Тут вода постоянно, куча, ливни идут, и соседям все сливается в двор, и нам все во двор. Не пройти и не проехать. Да, не пройти и не проехать. Здесь ужас просто, что творится. Ну дай бог, вот делают, слава богу, нормально будут и машины ездить, и соседи будут все довольны. Сам уже больше 25 лет на этом улице живу. Это первый раз, первый раз, что линевку делает и дорогу делает. Первый раз за 25 лет. Всего будет установлено порядка 80 метров сливного желоба. Также будет приведен в порядок переулок Южный. Общая протяженность отремонтированной дороги составит более 300 метров. Все работы планируется закончить уже к середине следующей недели. Как предприниматели получить кредит на развитие бизнеса поставки ниже, чем ипотечные, которые традиционно считаются самой низкой на кредитном рынке. В городской администрации готовы бесплатно проконсультировать и помочь оформить необходимые документы. Причем на финансирование могут рассчитывать даже те, кто только начинает свое дело. С 2017 года на федеральном уровне принята совершенно новая концепция развития малого и среднего предпринимательства, которая предполагает уход в этом году от невозвратных видов кредита в пользу рыночных механизмов помощи предпринимателям. То есть это льготное кредитование. В Краснодарском крае создан и осуществляет деятельность фонд микрофинансирования Краснодарского края, который имеет статус микрофинансовой организации, и учредителем фонда является администрация Краснодарского края. Данный фонд предоставляет льготные кредиты для предпринимателей со ставкой от 3 до 10% годовых, с суммой до 3 миллионов рублей и период до 3 лет. Ни одна кредитно-финансовая организация не может предложить такие низкие процентные ставки по кредиту. Требования чем-то вообще принципиально отличаются от тех, что предъявляют банки? Принципиально они не отличаются, потому что фонд имеет статус микрофинансовой организации, поэтому все законодательство, поручительство, либо залог здесь как бы все присутствует. Каким требованиям должен соответствовать предприниматель? Предприниматель, желающий получить кредит в фонде микрофинансирования, должен быть зарегистрирован на территории Краснодарского края не менее 3 месяцев. Для начинающих предпринимателей в фонде есть микрозайм «Старт» с суммой займа от 100 тысяч до 700 тысяч рублей и процентной ставкой до 7% годовых. Как я понимаю, речь идет о стартапе, так называемом, да? Да, это для начинающих предпринимателей, которые только решили заняться бизнесом, так сказать, встать на этот долгий, трудный, тернистый путь. Сложно получить кредит именно стартаперу, начинающему предпринимателю, потому что далеко не все финансовые организации охотно кредитуют именно таких, скажем так, молодых инициативных? Нет, не сложно. Для этого необходимо, если предприниматель у нас на территории города Анапы занимается деятельностью или решил заняться деятельностью, необходимо обратиться в наш центр поддержки предпринимательства городской. Администрация открыла данный центр в августе этого года с целью оказания консультационной и иной помощи предпринимателям. Необходимо обратиться в этот центр, где вас проконсультируют и помогут собрать необходимый перечень документов и направят этот перечень документов для рассмотрения в фонд микрофинансирования. А чем все-таки желательно заниматься? Предприниматель должен осуществлять производственную деятельность, это может быть либо сельское хозяйство, либо ремесло, либо производство что-то. Не должен осуществлять деятельность, связанную с игорным бизнесом, с производством, либо реализацией подакцизных товаров. Данные предприниматели у нас не субсидируются. То есть это производство, сельское хозяйство, фермерское хозяйство, все что угодно, строительство, кроме розничной и оптовой торговли. За состоянием пенсионного счета можно следить онлайн. Это необходимо, чтобы избежать неприятных сюрпризов при выходе на пенсию. Новая пенсионная формула очень проста и не допускает каких-либо разночтений. Благодаря ей стало легче не только ориентироваться в текущей ситуации, но и планировать будущие выплаты. Пенсионный фонд в буквальном смысле умещается в кармане. Приложение разработано для двух самых популярных мобильных платформ. Вход – пароль с сайта государственных услуг. Это позволяет контролировать состояние собственного пенсионного счета. По умолчанию его пополняет работодатель пропорционально выплаченной зарплате. Если молодой человек или девушка начинает свою трудовую деятельность, то мы им говорим, что у вас должны попросить СНИЛС. Вот вы пришли, вам бухгалтер должен сказать, предоставьте паспорт и номер страхового свидетельства. Если такой номер у вас не попросили, и вам его работодатель не изготовил, а в случае отсутствия именно он его изготавливает, то уже наводит на мысль, а каким образом сдается отчетность в пенсионный фонд. Без этого номера такую отчетность сдать нельзя. Второй момент. Отчетность могут сдавать, но зарплату показывать не все. Поэтому нужно смотреть, вся ли зарплата отражена или нет. Нужно заранее ознакомиться со своим лицевым счетом, контролировать его. А если вами будет принято решение не в пользу вашего лицевого счета, так это назовем, это будет ваше решение. И ответственность полностью лежит на вас. Будущая пенсия напрямую зависит от того, сколько денег поступило на счет. От этого зависит число баллов. Сегодня без специальных условий льгот право на пенсию появляется после 8 лет работы при наличии 11,4 балла. Фактически идет переходный период. Окончательно новая формула вытеснит старую к 2025 году. К тому моменту и уже окончательно необходимо будет нарабатывать минимум 30 баллов за 15 лет общего стажа. В случае, если необходимого показателя вы не имеете, значит вы на пенсию выведите либо тогда, когда доберете стаж и баллы, либо на 5 лет позже срока установлена для выхода на пенсию. Это сайт администрации города. Специальная страница пенсионного фонда. На ней есть ссылка на полную информацию о пенсионной формуле, актуальной стоимости балла и фиксированной части. Эти суммы подлежат индексации наравне с текущими пенсиями. Зная свои баллы, вы умножаете количество баллов на стоимость одного балла. Сегодня один балл стоит 78 рублей 58 копеек. И прибавляете фиксированную часть. Сегодня это 4805 рублей. Таким образом вы можете рассчитать пенсию, которую вы уже заработали на сегодняшний день. Если бы я, скажем, принял решение прекратить свою трудовую деятельность и просто бы доживал до пенсионного возраста, то я бы получал именно вот эту пенсию в сегодняшних целях. В личном кабинете или мобильном приложении можно прикинуть будущую пенсию на специальном калькуляторе. К известной информации нужно будет прибавить собственный прогноз, планируемый стаж и ожидаемую зарплату. Это стенд с информацией о мобильном приложении в управлении пенсионного фонда. Здесь же специалисты помогут создать личный кабинет на портале государственных услуг. Это поможет избежать неприятных сюрпризов, когда будет уже поздно что-либо исправить. 250 молодых казаков, 11 войсковых казачьих обществ. В ВДЦ смена стартовал финал Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполок» и «Спартакиада до призывной казачьей молодежи». Соревнования объединяет в себе спорт и творчество, нравственное и патриотическое воспитание. В финальном этапе Всероссийской спартакиады до призывной казачьей молодежи принимают участие 9 команд. 90 юношей из 9 казачьих войск преодолеют 10 конкурсных испытаний, в которых важно проявить хорошую физическую подготовку и умение работать в команде. Мы к этому мероприятию очень сильно готовились, очень долго, тщательно, месяца три, наверное. Еще с конца лета начали готовиться. Очень безумно рады, что приехали сюда, что будем здесь выступать. Я думаю, что, во-первых, это для дальнейшего моего кота поступления, потом для похода в армию. Это очень сильно поможет. И с будущей профессией. Я весь отдаю себя родине. Впереди у участников игры казачьей «Сполох» 11 конкурсных испытаний. Им предстоит проявить эрудицию, творческие способности и физическую подготовку. В этом году за Кубок Победителя будут сражаться 8 команд. Еще 80 молодых казаков приехали набраться опыта и смогут выступить вне зачета. «Сполоха, конечно, рассчитываем только на победу. Каждый вид прорабатывали и полностью готовы выступать». Участников казачьего «Сполоха» и «Спартакиады» ждут не только соревнования. Среди мероприятий образовательной программы выставка казачьих курений, фестиваль казачьих киностудий «Траектория победы», знакомство с традициями и казачьим бытом во время поездки в Тамань, участие в параде в честь юбилея кубанского казачьего войска – настоящий казачий бал. «Я рад, что сегодня приехали все 11 войск издалека. Я представляю, как Сахалин, Дальний Восток. Тяжело ребятам добираться. Мы сегодня собрались в Анапе в смене. Прекрасное мероприятие, прекрасная погода, прекрасные стоят задачи. Я надеюсь, что соревнования пройдут удачно, соревнования пройдут достойно, победит сильнейший». Уже в это воскресенье в Анапе стартует второй трейл-ультрамарафон «Хок и гром Анапа Трейл-2017». Участникам предстоит нелегкая задача пробежать одну из трех дистанций. Расстояния внушительные – от 18 до 55 километров. Возраст участников – от 18 до 60 лет. Как идет подготовка к этому знаменательному событию, нам рассказали организаторы соревнований. «В этом году, проводя, готовя этот трейл, мы решили не изменить немножко его. То есть, оставив полностью трассу в том же виде, в котором она была и в том году, мы сменили направление из Абрау в Анапе. Стартуем в Абрау, финишируем в Анапе. В этом году мы ожидаем, что участников будет... На сегодняшний момент зарегистрировано около 400 участников. Мы ожидаем, что последние дни, как правило, идут сейчас на регистрации, запрыгивают те, кто долго думал ехать или не ехать. А так как погода все-таки сказывается, разворачивается так, что она будет благоприятной для трейла, то я думаю, что за 400 мы перешагнем». Мероприятие будет проходить два дня. 15 октября – день гонки. А накануне, 14 октября, в Анапе появится масштабная территория Экспо с множеством полезных для спортсменов-корнеров. Здесь будут организованы познавательные мастер-классы и выступления знаменитых атлетов. Завтра, 13 октября, с 10 часов на главпочтамте по адресу улицы Краснодарская, 21, газета «Анапская Черноморья» приглашает всех желающих на День подписчика. Оформите подписку на старейшую газету «Анапа» и будьте в курсе главных новостей. Далее информация о погоде на завтрашний день. Партнер прогноза погоды – фирменная сеть магазинов «Тавровские мясные лавки». В «Тавровских мясных лавках» Молочная «Тавр» вареная – 218 рублей. Салями «Финская» с можжевельником – 299 рублей. Сосиски «Тавровские» – 188 рублей. «Тавровские мясные лавки» в «Анапе». Парковая – 93А. Крымская – 98. Амелькова – 28. И Астраханская – 75А. По прогнозам синоптиков, 13 октября в «Анапе» ожидается переменная улучшенность днем и вечером, возможны дожди. Температура воздуха днем до плюс 20 градусов. Ночью прохладнее – 14 выше нуля. Ветер юго-западный – от 3 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление – 762 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды – плюс 16 градусов. И в завершении выпуск информации о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительные компании приглашают приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает первичные консультации и диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйтесь о здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anapregion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300. Социальные дни в медицинском центре «Анапа-Океан». Первичный прием специалиста абсолютно бесплатно. И скидки до 20% на весь спектр услуг. «Анапа-Океан». Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419.